Клиника мать и дитя это индивидуальное ведение беременности, в том числе пациенток с высокой группой риска, обследование и лечение пациенток с гинекологическими заболеваниями, обследование и подготовка женщин КАЭКО. Уникальные медицинские технологии и ведущие врачи, полный цикл качественной медицинской помощи по международным протоколам. Сегодня в нашей студии генеральный директор клиники Инна Новикова расскажет подробнее обо всем. Здравствуйте, Инна Павловна. Стала у нас уже традиционная встреча и сегодня мы поговорим о вопросах, которые волнуют сегодня в современном мире достаточно много семей. Это планирование и зачатие ребенка. Один из важных моментов, которые мы с вами обсудили еще до записи эфира, это здоровье, за которым нужно следить с молодым. Вот расскажите о том, почему с подросткового возраста так важно начать уже отслеживать состояние своего репродуктивного здоровья? Добрый день, спасибо большое за приглашение. Действительно, тема очень актуальная. И почему с молодого возраста вообще свое здоровье нужно беречь с молоду, да, не хвататься, когда у нас уже начинаются какие проблемы. Также и репродуктивное здоровье надо беречь. Мы знаем, что на репродукцию влияет и экология, и наши гаджеты, и наш образ жизни. И исходя из этого, просто надо понимать, как правильно мы должны распределять свои ресурсы, чтобы у нас здоровье было в порядке и в реальный резерв сохранялся. Что сказать? Да, конечно, генетика играет большую роль, но в то же время все негативные факторы, которые я называла ранее, они играют очень большую роль в репродуктивном здоровье. Это если вот разбираться по ступенечкам, скажем, что это ожирение. Ожирение – это сейчас пандемия. И если мы считали, что ожирение у нас в Российской Федерации не так развито, да, это как бы бич Америки, то сейчас мы пришли к тому, что где-то мы наравне. И пандемия внесла коронавирусом, внесла свои коррективы. Мы очень много сидели дома, да, мы не выходили, мы боялись спортзал, мы боялись лишний раз выйти на улицу, но сидя дома, мы все время заедали. И вообще у нас такая тенденция заедать свои проблемы. Мы как бы это не видим, и иногда кажется, что вес-то у тебя на весах стоит, но всегда надо смотреть и объемы, да, объемы куда-то они пошли. Потому что жировая ткань весит намного меньше, чем мышцы. И, соответственно, ожирение, оно потихонечку, даже если мы не видим на весах, оно потихонечку на нас наступает. Так вот эта вот гиподинамия, которая в большинстве есть у подростков, она перерастает вот потом в ожирение, с которым мы сталкиваемся. И это проблема, которая влияет на фертильность. Ну и вообще наши гаджеты, тоже различные излучения, еда, которую мы едим, все это тоже влияет негативно. Еще самая большая проблема – курение. Курение сейчас перешло вроде как в электронные сигареты. Когда ты на приеме начинаешь спрашивать, вы курите? Нет, не курю. Не курите вообще? Ну, я электронные сигареты. Ну, в принципе, это же то же самое. То есть люди не считают это за проблему? Да, да. Это не считается за проблему. Электронные сигареты, кальян. Но это тоже сказывается. И есть исследования, что у мужчин восстанавливается хорошее качество спермы после того, как они отменяют курение только через два года. Поэтому об этом надо тоже думать, задумываться. Но зачастую, когда мы молодые, мы, наверное, об этом не думаем. И свой уровень своих плавых гормонов, их надо знать. Потому что, как я сказала ранее, что наследственный фактор никуда не делся. И надо знать, когда у мамы было и у папы угасание, так скажем, климактерический период. Это, может быть, в молодом возрасте звучит немножко странно, но мы же знаем свою температуру, мы знаем свое примерно давление, когда спрашиваешь у подростков. Но мы не знаем свой авариальный резерв. И есть ситуации, когда приходит женщина в 25 лет, и у нее проблемы с тем, что забеременеть. И в то же время есть женщина, которая приходит в 45, и о том, о чем мы с вами говорили, и у нее нет этих проблем. Так вот, нужно знать, чтобы что-то с этим сделать. А что с этим можно сделать? Сейчас много возможностей сохранения своего авариального резерва. Криоконсервация клеточек. И если действительно есть такой диагноз преждевременное старение, истощение яичников, и у мужчин бывают проблемы различного характера, то в такой ситуации есть возможность сохранить клеточки. И потом, если это беременность отложенная, а это еще один бич, да, раньше роды были где-то, когда я начинала работать, 20-25 лет первой роды. Сейчас такого практически нет. Сначала что? Сначала надо закончить институт, потом пожить для себя, потом найти хорошую работу, а потом квартиры, да, хочется от родителей съездить. И мы получаем то, что где-то к 30 годам только начинают задумываться. А тут еще за спиной получается груз соматических заболеваний каких-то. И вот это оно, как снежный ком, накапливается. Поэтому, зная свой авариальный резерв, зная свои возможности, и если вы не собираетесь это в ближайшее время делать, откладывается на какое-то неопределенное будущее, можно сохранить клеточки всегда, что мужские, что женские. Не принято у нас все-таки, мне кажется, в стране с мамами, с бабушками говорить на тему вот такую. Можно ли с помощью ваших специалистов узнать свой резерв? Да, к сожалению, у нас не принято об этом говорить. Хотя иногда мы говорим о том, что на приеме спрашиваем у родителей. Но на самом деле мы крайне редко получаем ответ. Да, можно прийти в клинику, переговорить с репродуктологами, с гинекологами. В принципе, это любой гинеколог даже в женских консультациях может посоветовать, какие анализы сдать. Но если женщина целенаправленно хочет что-то обсудить, у нее какие-то проблемы, пожалуйста, она может прийти в клинику к репродуктологу, и он ей все расскажет, что, как и что можно сделать. Еще одна проблема, с которой вы можете в вашей клинике помочь, подсказать, это люди с онкологическими заболеваниями, которые тоже планируют все равно и детей, и продолжение рода. Как вы можете им помочь? Конечно. Но вы совершенно правы, что бесплодие может оказаться у любого человека, и этому еще способствуют различные заболевания, различные операции. Что у мужчин, то и у женщин. У женщин это гинекологические операции, которые проводятся на внутренних половых органах. И здесь тоже может возникнуть проблема с дальнейшим бесплодием. И поэтому, когда женщина идет на ту или иную операцию, ей врач обязательно должен объяснить, чем она рискует. И если она рискует тем, что у нее снизится в реальный резерв, то, конечно, она должна сначала прийти к репродуктологу и обсудить это. Мы пытаемся это сейчас внедрить в Рязанскую область, потому как это необходимо. Не чтобы женщина приходила уже после операции со слезами, репродуктологи с ней не могли ничего сделать, а чтобы она пришла перед операцией, и мы ей все возможное предложили бы. Также и мужчины, они с этим же сталкиваются, с операциями. И в том числе заболевания онкологические. Онкологические заболевания у нас молодеют, и мы с этим ничего не сможем сделать. То онколог, в принципе, должен отправить пациентку к репродуктологу. Да, есть моменты, когда операция достаточно экстренная, и тут ничего не сделаем. Но если немножко можно отложить, и если позволяет заболевание получить у женщины или у мужчины половые клеточки, то это надо сделать. Потому что когда через 3-5 лет пациентке или пациенту, ну, пациентке разрешат беременеть, пациенту разрешат стать отцом, то может оказаться так, что клеточек у них нет. А вопрос о донорстве, о донорских клетках всегда, наверное, с трудом воспринимается у пациента, им хочется своих детишек. Вы не раз употребили такую фразу, как «мы стараемся это внедрить в Рязанскую область». Не хватает осведомленности людям о том, что такое возможно? Процент женщин и мужчин бесплодных становится с каждым годом все больше. И если вначале считалось, что это проблема у женщин, на самом деле это 50 на 50. 50 процентов – это проблема с мужской стороны, 50 – с женской. Но опять же, когда пациенты приходят на прием и говорят, а кто у нас виноват? Нет виновных. Эту проблему надо решать совместно. Вы создали семью, и ее надо совместно решать. Бывают обоюдные проблемы с одной и с другой стороны. Что-то здесь не хватает, что-то там, и в итоге не получается забеременеть. А бывает, когда мы вообще не понимаем, почему. Вроде как все хорошо, беременность не наступает. Поэтому факторов различных много. Информацию надо давать пациенту, потому что они иногда не задумываются. И поэтому мы пытаемся всеми различными силами, ну и, конечно, с помощью информации от вас, пытаемся подсказать пациентам, где можно найти, что можно найти, что можно сделать. Поэтому мы даем направление, а они уже решают, воспользоваться этим или нет. Как долго может храниться биологический материал половой клетки мамы и папы? Смотрите, материал хранится в дюарах, в азоте. Я, честно вам скажу, я нигде не видела, наверное, это не совсем правильно, сроки хранения. Пока ограничений нет. Поэтому ограничений на хранение в азоте нет. Но единственное, если что-то происходит такое, вот из рук вон выходящее, вообще это специальные дюары с азотом, которые до этого проверяются, за которыми следится ежедневное слежение. Еще хотела коснуться процедуры. Это процедура, если уже семья, пара вступила в процедуру ЭКО, она не такая длительная, как кажется. Это где-то от 15 до 17 дней. Что туда входит? Это стимуляция определенными препаратами. Пункции – это тогда, когда клеточка забирается у женщины, мужчина сдает свой биологический материал. Пункции практически все делаются под обезболиванием. Поэтому пациентка этого боли никакой не чувствует. Потом происходит оплодотворение, с этим работают уже эмбриологи. Но это что-то такое сказочное. На самом деле это очень кропотливая работа, очень ответственная. Это работа в тайминге, то есть соблюдение времени на каждой манипуляции. Происходит культивирование в течение пяти дней в специальных аппаратах, которые называются инкубаторы, которые поддерживают определенную температуру и определенный газовый состав. После этого пациентке один-два эмбриончика переносятся, но мы настаиваем на переносе только одного эмбриона. И после того, когда пациентки переносятся, в этот же день решается вопрос о том, что остальные эмбриончики, которые хорошего качества, они замораживаются. И вот как раз тут по вопросу хранения они хранятся достаточно длительно. Сроков пока нет, которые бы сказали, что через 5-10 лет нет таких сроков. Бессрочно. Бессрочно. Но и забеременевшая женщина с помощью ваших специалистов наверняка это, скорее всего, вообще даже не только женщина, но и пара. Это такая пара, которая особо трепетно относится к своей беременности. Ваши специалисты, насколько я понимаю, предлагают и сопровождение в течение первого срока, и даже всей беременности вот такой пары. Да, у нас есть возможность. И пациентки, которые прошли процедуру ЭКО, они идут к нашим гинекологам, ставят на учет по беременности. Я больше скажу. У нас есть детский центр, где потом эти пациентки с детишками приходят. И у нас такой, скажем так, замкнутый круг получается. И это очень приятно, когда ты видишь результат своего труда. Ведь мы же работаем не для того, чтобы там получилась беременность, а мы всегда работаем на конечный вариант, на рождение ребенка. И женщин надо мотивировать всегда, любую женщину, будь она женщина, которая пройдет через ЭКО, или обычная женщина не на беременность, а на рождение ребенка. Тогда будет удачная беременность. Спасибо вам за очень важную, нужную информацию, которую вы рассказали нашим телезрителям, Инна Павловна. До свидания. Спасибо большое. Если информация будет полезна, мы всегда рядом.